МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В числе экспонатов – фоторепродукция 100-рублевой монеты с изображением памятника Петру Первому в Санкт-Петербурге. Она получила мировое признание и была удостоена звания «Монета года». На данной выставке слушатели, смотрители смогут увидеть и узнать историю деяния Петра Первого. Это и возникновение российского флота, и появление Академии наук, и первого музея кунсткамеры. И, естественно, нам, как банкирам, близкую тему – это денежную реформу, и появление полиции, и развитие рудокопных дел. То есть все те деяния Петра, которые он совершил за период своего управления, и то, что перенеслось в наследие за правителями, которые шли за ним, все это наши художники переложили на монеты, и как раз-таки историю деяния Петра Первого можно будет увидеть через призму денежного обращения на монетах Банка России. Временные передвижные выставки – это давняя традиция Центрального банка России. В его коллекции – выставки, посвященные театру и балету, драгоценному миру живой природы, инфляции. Фотовыставка «Петра. Творение» выпущена в 2022 году. Впервые была выставлена в Москве в апреле, а потом поехала по регионам. И вот для примера можете поближе подойти, посмотреть, что было в начальные годы правления Петра. Это было проволочное, чеканное, проволочное производство монет. Монеты получались неровными, то есть серебряную проволоку нагревали, расплющивали, разрезали на небольшие фрагменты, и ударом молота по форме получались вот такие кривые монеты, больше похожие на арбузную семечку. Каждая монета – это настоящее произведение искусства, поэтому все, кто побывал на выставке, остались под впечатлением. Волгоградцы признаются, что обязательно будут рекомендовать ее друзьям и знакомым. Это очень полезные выставки, потому что это историческое познание, и то, что мы иногда забываем в своем быту и потоке, мы сейчас можем освежить в голове, именно прочитав все данные по этим монетам. Очень интересная выставка. Динга – это половина копейки. На копейку в то время можно было купить потом хлеба и почти килограмм мяса. То есть, представляете, да, деньга – это была разменная монета, были еще более мелкие номиналы, полушка и полуполушка, то есть, соответственно, четверть копейки и одна восьмая копейки. Выставка очень познавательная. Во-первых, монеты, они безумно красивые, хочется, конечно, посмотреть, поддержать каждую в руках, и радуют, что мы можем сейчас относиться к этому кусочку истории. Петр Первый – все-таки личность очень большая, очень значимая для нашей истории, и сейчас это очень важно, мне кажется, для общества понимать наши стоки. Выставка «Петра творения» в Волгоградской областной библиотеке будет работать до конца ноября. Вход свободный. По графику работы – учреждение. Приходите. Марина Романова, Мария Мандрикина, телеканал «Волгоград-1».